Мы находимся сейчас в пригороде Вены, столице Австрии. У нас сегодня 14? 13 июня 2013 года. Мы едем по библиотекам мира, встреча с людьми, с нашей русской диаспорой, с благовестнической вестью. Дальше мы сегодня должны в Словакию попасть. Там у них что? Город-то какой? Братислава. Братислава дальше. Вчера мы были в Чехии, очень хорошо приняли Прагу. Ну и так мы думаем впуститься до Греции, пройти до Португалии. А потом повернуться с севером, пройти за трудение с Англией, ну неопределенно пока сумеем попасть. И пройти всю Скандинавию и Прибалтику. Вот сейчас я хотел в этом отеле в Розенберге, где мы ночевали на улице, показать, как тут все устроено. Ну как-то люди приезжают, отдыхают здесь ночь. Днем у них... Пожалуйста, проходи сюда. Иногда землю покажи, какие цветы. Мы рады, что вы посетили нас. Это Австрия, это немцы. Это первое, что Гитлер прибрал к себе. Австро-Венгрию в школе изучали. Вот когда, видимо, солнце жарит, то тут вот отдыхают люди днем или ночью, я уж не знаю, не гидает светильников. Опускают вот эти шторки, раскидывают. Вот мы сейчас зайдем. Мы утром сходили в туалет, и меня очень заинтересовало, как тут все устроено. Показать хочется хотя бы на одном ролике. Вот Розенбергер. Ну и все, это Берг. Берг, гора. Роза, это понятно все. Розовая гора. И везде мак. Вот едешь мак и мак. Почему они не заботятся о наркоманах? Куда они делись, эти наркоманы? Ни мак не вырывают. А цветы везде растут, но главное не маковые. Целая промплантация. Вот мусорные. Контрейнеры я выбираю. Парка отцовет. Парка отцовет. Вот, видишь, как машины идут. Там трасса идет. Трасса эта идет из Чехии. В Москве. Вот заезжаешь. На улице бесплатно ночевали. Говорят, я не знаю, в каком государстве запрещают полицейские спать в машине. Мы лишние вещи вытащили. Виктор в заднем отделе. А мы впереди с Николаем. Тут отдельно. Вот они люди пришли за курящих. Отдельно не до курящих. Двери, ручки нет у дверей. Просто идешь и они сами открываются везде. Посмотри, пожалуйста, походи. Вот. Зал для кулера. Потом мы здесь пройдем. Это маленькие столики. Я хотел показать, что мы сначала следы. Потом пройдем. Согай сюда. Потом маты, если будет. Разве здесь? Нет, не похожа. Здесь сами двери открывали, а ты подходишь. Ну а тут покажем, а что? Душ. Ребенок помолит. Уже женская мужская. Проходи. Кторый потекает. Казать. Вот на подходе дверь. Мужская и женская. Ну, подошли они дверью открылись. Сначала осунули женскую. Потом сообразили. Назад пошли. Подмоголим дверь. Сейчас потом повредили. Надо смотреть, что там нарисовано. Но мы не посмотрели. Вот если приколеть дверь, там закрылось. Сюда заходим. Ну, что тут ясно дали? Раз, два, три, четыре, пять. Пять умывали тут. Я подошел. Пишите, пожалуйста. Так, проходим дальше. Хотел залить, тут крайники поворачивать. А тут не надо. Вот он руки поднес, и она сама включается. Как она включается? И сама выключается. Топ, выключилась. Теплая вода. Вот сейчас, смотрите, руки подносят. Сама пошла вода. Ну, по-моему, это уже воловство. Совсем. Вот руки, смотрите, как это человек просто как раз зашел. Пусть он покажет, как пользоваться. Я руки с боков сунул вот здесь. Вот это сушилка. Вот посмотрите, как он будет руки сушить. Пожалуйста. Вот руки раз. Руки посушил. Ну, а дальше тут. Ну, вот он есть. Ну, оказывается, с боков это для руки. Руки когда толстые, а когда руки... А я руки досунул, она как зашумела. Я испугался, даже отдернул. Ну, не видал такого. Что спрашивает? Вот смотрите дальше, посмотрим. Это вот писсуары для мужчин. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут я уже не знаю, что он как сделал. Десять не стал подходить. Вот. А это уже как в кабинете. Раз, два, три, четыре. Тут закрыто, наверное, кто-то есть. Пять. Вот, посмотри, пожалуйста, сюда. Как они сделаны. Специально вот этот пул только. Вот она где-то. Смотрим, что смыло. Рядом лежит. Шестота в порядок. Ну, я думаю, что вверху вниз тут включенные есть, где наблюдать. Вот я не знаю для чего, а больше бывает в виде наблюдения. Потому что, я видел, как-то показывали. Такое на работе. Рабочий зашел, бутылочку и выпивает. А его там ночами в кабинете видит. Так интересно. Ну, двери изнутри запираются. Вот, можно, знаете, пока... Забираешь когда? Ну, и там как замочек повернул. Вот, пошли. Вот мужчина. А уже, я уж не видал, как там. Вот он подходил. Дверь опять сама поднулась. Уже не знаю для чего. Тут что-то, видимо, и лифт. Он сел, поднимается. Вот. Это только одно показание. Дальше. Чуть забыл показать. Подожди сюда. Вот туда. Вот. Когда заходишь, то здесь надпись. Can't drink water. No drinking water. То есть, воду не пить. Это не питьевая вода. А я была разъянула рот. Хотел попить, потом глазам скинул. А я брат, нет. Краник и пересчеркнул-то. Вот. Это Австрия. Вот как они умеют жить. Это все. Как-то помню, приехал немецкий пресс-фитер. К баптистам. Ну, а немцев начался исход из этой страны на свою законную историческую родину. Ну, и задали вопрос. Ну, вы как пресс-фитер советуете нам пойти? А он отвечает. Если хотите получить царство небесное, живите в Советском Союзе. А хотите царство земное, поезжайте в Германию. Тут все для вас устроено. Ну, всем понравился его ответ. Это епископ ответил. Ну, а австрии немцы, они, как мы, я понимаю, белорусы или русские. Вот можно еще увидеть, можно посмотреть. Вот. Это магазин. Маленько пройдем дальше, посмотрим. Не один же совет. В общем, совет надо показать, как здесь идти. А вот здесь свои красавицы. Рекламируют. Славяне. Настоящие. Чистые такие вот они есть. Видите, одеяния какое. Если я бы видел это в Барнауле у себя, никогда бы даже не подумал, что это в Австрии. Ну, это же не Африка. Вот здесь заходишь. И они все здороваются с тобой. Интересно, заходишь, и все продавцы первые с тобой здороваются. Я тоже такого как не видел. Вот тут реклама, показа какая здесь. Вот, какие тут. Не разное дело. Какая у них. Как они одеты, сейчас посмотрим здесь. Подойдет. Так вот, в туалете, видимо, тому, что надо подписать. Подойдите, снимаю. Вот, Вектор, постойка сейчас пока снимает. Или на этом фоне снимаю. Снимаю. Вот, какие это вчера ты умер, да? Я не знаю, что это, до чего у меня. Это было так. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Беруем фронт русла. Сойтили. Посмотри, как это будет. А, я понял. Это поднимается, видимо, садится ребенок. И тут, как закусочная, как у нас забегаловка. Как кафе. Видите как, все лакировано. тут я даже побоялся бы заходить что-то у себя в лесополосу зашел палатку раскинул собака рядом бегает боялись что полиция будет тревожить потому что какие-то порядки но полиции главное нигде на дорогах не видать они не подлавливают какая скорость ревизия 120 вот 100 километров 120 это видимо 120 а мы идем на 100 они мимо нас другие такая как пуля там эти рокеры разные группами вот видимо тут разные бажаны не знаю что то такое это название видимо для женщин тут бижутерия разная посмотрите аустенболг не знаю это паста это заходят дети киндершоп как все покупай пожалуйста мне удивительно что даже двери нигде не открывать но мы до кота дай руки то для чего там могут сделать так что и смотрите вообще тебя руками шевелить не надо первым а это уже подготовленная которая пища я просто взял здесь стоишь и мишка реально 490 евро евро умножь на 40 чего тебя получится вот это не поможет а ханса снимать нельзя пошли пошли выйди я думал крючок нельзя снимать пошли не стал вы нарушили как будто бы а почему нельзя неизвестно может быть конкуренты чтобы так хорошо не сделали Вот. А здесь, ну, розовый даже, все эти указания, где что-то есть. Это я придумал сегодня снять, чтобы показать, ну, а у нас сейчас как на реке, а там надо засветить пленку, стереть там что-то, здесь где-то, ну, нарушили, не заметили, ну, и что, он остался другом, ничего против бы нельзя, а там для курящих. Я как-то в Америке вломился в такой, в вагон ехать, а они курят, я говорю, почему курят, так осмотрите, а я говорю, так, пойду, написано на курящих, а я новую не посмотрел, смотрите, вот фар, пожалуйста, счастливого путешествия, лёгко, вот, посмотри на пасху, на пасху, смотри, вот и фар, а на всю пасху, зайди, велькома. Вот так. Видите, ничего они не строят, даже мы, я говорю, нарушили, ну, нарушили, ну, какая причина, мы не знаем, ну, там нельзя снимать, ну, и все, мы снимали, мы прекратили, вышли. Никакой конфликтной ситуации не создаётся, даже бывает, ну, где-то что-то не так, у нас в полицейске было такое дело, задержали. Потом я расскажу, они не полицейские оказались, а, как бы, таможенники или какие-то. Всё обыскали, тут же улыбаются, извинились, с нашими связались, нас встречают, впереди пошла машина ночью, показать, куда нам надо теперь ехать. С нами сфотографировались, я думаю, сделать этот снимок дома и послать, сказал, найдите, как город это называется, перед Розенбергом. Ну, просто удивительно, не так работают. Мы были в Срасках, и там выезжаешь, и нигде нету, что кончилась территория деревни. Один подъём там, на втором где-то стоит, ловит, два километра лишней скорости, наша черепаха-то идёт. Если нас оштрафовать за превышение скорости, так нам это в радость, как бы, уже сказать, ну, с юмором, конечно, что мы разогнались так. А он никаких, да ладно, я показал, что мы были в библиотеке, подарили всё, книги, ну, тогда ладно, махнул, езжайте. Здесь вообще это не такое отношение, по-другому. Мы заранее написали, как разговаривать, по-русски, по-английски, по-немецки, ну, вытаскиваю бумагу, там, показываю, где. Если у них кто-то знает одно слово, другое, остальное на руках и куда покажут. Ну, и надписи. Говорили, думали, с тобой брать переводчика, ну, специально оператора, ну, оказалось, что обошлись без этого. Думаю, что тут показывают-то, тут всё остальное понятно. Ладно, выключай пока, сходишь по-своему. Это вот, мы в пригороде Вены, Австрия, сейчас мы будем заезжать туда, ночевали здесь, Розенбергер. И вот, как кенеры обслуживают здесь, вот, что-то у него упало, он поднялся, и всё. Это столики. Я даже подошёл, посмотрел, материя-то какая, как этот, Карп Осипович Лыков подошёл-то. Портки сшить, сноса бы, говорит, не было, когда палатки пощупал. Видимо, это раскидывает, закрывает, когда солнце. Ну, зона, значит, солнце. Пошли. Женщин, что-то я вообще не вижу на обслуживании, в магазине, везде стоят на рекламе женщины, а тут, а тут, ну, мужчины. Ну, почему так ему положено? Это что-то у них там, пепельница, или что, да? Что он ставит-то? Да, возможно. Это на ночь он убирает, а днём, уходит, он ставит. Пошли. Ну, пусть курящий и курящий уже, тут, ну, разницы нет, потому что на улице ветер пует. А вон наша красавица стоит, это машина наша. Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, грузопассажирская газета. Она высотка, и тогда среди маленьких, они-то все ниже, вот где-то там, а улицы узенькие, ну, и там где-то мы притулимся, и издалека глянем, она белая. Заплатили, помыли, помыли? Это не просто-то так. Я как-то смеялся по теряльке. Зарезали свинью. Ну, и ножом её скоблят там поливает. Я говорю, хоть один раз после жизни была чистая, в чистом виде. Пошли дальше. Вот. Тут много бегает зайцев. Ночью я встал, это, если не ночь, а ещё, ну, ложись вот спать. Только затемняло. Один зайц выскочил, второй, третий. И эвю, вот как они со всех сторон. Может быть, даже и фруктовая, непонятно. Вот, посмотри, мак растёт. Я насчёт мака. Вот, когда едешь, ты там голлы прямо из одного мака. Почему они его не уничтожают? Или это не наркотический мак, или у них наркоманам хватает зелия без мака, канаплю нигде не рвут. Вот. Здесь вот подходит, ясное дело, что вот. Тоже уже видит это. И всё, как это сделано. То есть всё время как-то помнится, что тут ты человек, пришёл и... Полицейский что-то улыбается всё время, подойдёшь, козыряет тебе. Я вчера в одного, позавчера в Нюрнбинг приехал, и надо было спрашивать. А он руку-то высунул, милиционер, полиция. А я на руку ему навалился. Я с бумагами, мне бумаги неудобно-то. Он мне показал рукой, не надо меня касаться-то. Ну, понимаешь как-то. Мне почему-то всё весело, я смотрю как. Сам себя со стороны смотрю. И везде всё самолёты. Посмотрим, самолёты, но видно на разных уровнях пересекаются. Ведь там всё так много самолётов-то, это же не Вашингтон. Ну, видимо, Австрия принимает гостей. А вчера мы были в Праге. Там что-то как будто бы люди вообще не работают. У нас в России это День независимости, 12 июня. А у них что за праздник, так и не спросил. И вот толпами-толпами идут туристы, туристы, туристы. Как будто никто не работает. А во время рабочего времени мы там были. Что-то, ну, народ разный. Там и негры идут. Негры увидели у нас, тоже улыбаются. Мы из машины его фотографируем где-то, он рукой помахал. А у нас всё засветить, убрать. Как-то мы уже привыкли к тому, я опасаюсь. Дорогой как-то ехали, я один снимок сделал. Так наши ребята, что ты делаешь? Сейчас догонят, монтировка разобьёт все стёкла. Вот. Вот. Сапога. Как они смотрят на нас. Которые ещё по-русски говорят. Всем охота сфотографировать всё. Вот как вы одеты, детская татататас. Вот этот поезд. Троя с бородами. Ясно, что не каждый день приезжают туристы из Сибири. Алтай не знает все. Многие знают. Были там когда-то. А с Кашиного Сибирска уже понятно. А Сибирь вообще понятно. Как у Высоцкого. И повезли из Сибири в Сибирь. А вот эти специальные. Разные, разные, разные. Сейчас смотрю. Повезли легковые машины. Везут 9 машин. Там им уже даже посмотреть. Если на солнце не будет снимать. Целая группа. А то ночевали, которые ночевахи. Вон они там везут. Ночуют. Это уже ушло тут отсюда. Когда мы въезжали в Польшу. Там насчитали 100 с лишним фур. Одна за другой стоят на границе. Их тысячи. Прямо не тысячи, а сотни тысяч. Можно сказать. Я все интересуюсь. А сколько же в мире фур в движении? Самолетов? Ну нигде данных таких нет. Николай говорит, что миллионы. Ну неужели миллионы? Не знаю. Ну вот так. И вот эта стена. Виктор Николаевич, поверните, пожалуйста, камеру в это место. Вон коричневая стена. А там, внутри, мы сейчас даже подойдем сюда. Подожди. Подойдем. За бой. Подойдем. Это трасса. Это какая-то у меня зашумелая смс-пределя. Я не понимаю. Тут люди объезжают вокруг. Вот и становится. Кто где желает. Никто не устанавливает. Зашли мы больше в туалет. Там, не знаю, полтора что ли евро за туалет сходить. Поэтому зашли в лесок, а там не загороженные. Ну ясное дело, по-русски. Где отправился, там вместо бумаги, ну все будет. Здесь как-то не так. Здесь все зажато. И все равно русские, кто я не знаю, едут. Ну набрался в мусор где-то. Прям на ходу в окно. Раз выбросил. Валяется. Ну если, конечно, полицейские застанут за таким занятием, думаю, что не поздоровятся. Ну вот это, я считаю, что главное это вера. Если человек верит в Бога. О, видишь какая машинка-то стоит. Как будто оторвалась от всего-то она. А вот стоит мусорный бак и машина. Так она ничем не отличается по высоте и по длине. Совсем бахонькая. Можно ее приблизить, показать. Розенберг, пригород города Вены, столица Австрии. Повторяю, 12-е, вчера было, сегодня 13-е июня 2013-го года. Вот мы из Барнаула сегодня мы должны в Братиславу попасть. Думаем. Дальше мы идем на Бухарест. Идем. Я на него не буду там ходить. Мы ходим туда, подойдем, подойдем. Попадаем. Вот, если мы в Братиславе, едут, больше ставят, паркуйся, плащуй, мусор свой там оставь и поезжайте. Никому-то не должен ничего. Вот это вот, как у них тут, видимо, дорожки. И дорожки сделаны с уклоном. Вода туда стекает. Видите, она овальная дорожка. Это тоже я такого не видал. Так, наклон, и в этом направлении наклон. Поэтому вода, лужи нигде не стоят. А что-то нынче у них дождливая вельплета. Вот. А тут отдыхают. Вот показать, как у них трасса ограждена, что никуда нельзя съехать. Вот поднимайся туда. И везде этот мак. Вот едем, вот посмотри, мак. Пожалуйста. Вот, поднимайся. Потом обведешь вокруг. Вот так. Вот берег. Это как-то, я не знаю, насыпано у них или как вот это искусено. Не прорыт, а насыпано. И здесь все это мак красный рассвет. Это сабильное не будет. Вот. А дальше идет стена. И стена там метр четыре может быть. Ничего она такая высокая, не знаю. А что там, ты даже не знаешь. Вот там дальше за город выйдешь. Там только идет сетка решетчатая. Я сегодня много ходил тут, пока наши ребята спали. Я собаку выгудил. Оказывается, сетка у них внизу более частая. И при том, что сетка не так у нас переплетена, а вертикальная. И горизонтальная. И внизу горизонтальная чаще внизу, чем вверху. Я подумал, действительно, внизу-то мелко изверхи идет. Чтобы не пропустить. А вверху-то, ну, Саша, достаточно, чтобы в коровы не попал. Ну, коровы-то мало людей. Вот. Вот. Вот, когда он, чтобы покажу, где идет. Там наша машина. Подойдем в садок. Так, снимай, пока. Вот она, трасса. И разделительные бетонные. Между ними все эти какие-то знаки стоят. А там все в объезд. И все везде в объезд. И в объезд, где пересечения нигде нет. Ни одного пересечения с дорогой, перекрестка вообще нет. Ну, поэтому такой ром. Я говорю, скорость 120 метр. Говорит, это под 140. Это, наверное, все. Уже месяц. Ну, аварии на дороге ни одной не видели. Нигде. А там были там, где-то, где-то, не знаю, где-то. На Украине или... Сейчас уже не вспомню. Взяли аварию одну. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Вот. Это наша собака привязанная. Ха-ха-ха-ха. Вот. Я сейчас ее подхвачу и хреблю. Ты пока сам прокомментируешь, что найдешь. Трасса идет на Вену. Вена здесь недалеко, около 20 километров. В ту сторону. Вот под этот мост. Вена столица Австрии. Вот где мы были с Игнатью Тихоновичем и снимали этот отель. Шоу, посмотрите! Брат перебирает вещи. Сейчас я покажу, как он собрал. Сидеть! Сидеть! Сидеть место! Сидеть! 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 Стоять! Бежать! Сидеть! eta color Рядом сидеть, сидеть, охота играть, ну все, ладно. Какой-то сидеть, когда играть за хвостом, мне говорят, что-то. Шарманка свою хорошая, пойдем укладываться. Сейчас посмотрим, что он там, что там делают, интересно будет. Общественности, посмотрите. Кому это интересно? Старухам нашим? Да, именно, они не путешествовали в Астрию, поэтому будет интересно.